Предложение было настолько заманчивым, что мужчина взял кредит в банке на сумму около 4 миллионов рублей и перевел деньги на счета злоумышленников. Для того, чтобы следить в режиме онлайн за ростом дохода, мошенники предложили гражданину скачать специальное приложение, которое по сути являлось лишь демо-версией, имитирующей процесс торгов. После того, как сумма прибыли на экране фантастически выросла до 8 миллионов рублей, потерпевший попытался вывести их со счета, но столкнулся с неразрешимой проблемой. Оказалось, что сделать это невозможно, поскольку никаких денег и в помине не было. Мужчина стал жертвой очередной мошеннической схемы. В моей жизни уже второй случай, такой попадание с мошенниками. Первое предложили заработать на бирже на зерновой сделке, и тогда я попал на полмиллиона, но дело в том, что меня как бы ростники спохватили. А в этот раз началось все с рекламы. В интернете была реклама, там предлагалось пройти опрос. Полицейскими возбуждено уголовное дело. Полиция предостерегает и призывает проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников и псевдоброкеров. Самый первый совет – не доверяйте незнакомцам. Если решили обращаться в финансовую организацию, убедитесь, что она работает легально. Насторожитесь, если получили щедрое предложение. Никто не может вам гарантировать успешность всех сделок. Это попросту невозможно. Поэтому внимательно отнеситесь к любому сотрудничеству, которое подразумевает инвестиции.